Коллеги, рядом со мной Николай Поляков, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Николай. Добрый день. Сессия была наверняка увлекательной и интересной. Хочется теперь по теме вашего выступления. Ну, давайте поговорим. Мне что-то надо рассказать, я так понимаю, да? Мне очень хочется узнать тему, ваше его мнение, что вы донесли до слушателей. Ну, мы все обсуждали те технологии в ритейле, которые будут актуальны, да, куда сейчас в целом ритейл смотрит, на что нужно обращать внимание. Вот об этом была дискуссия. Ну, если так предметно рассказать вкратце, то основная идея заключалась в том, что ритейл – это прежде всего люди. Большое количество людей, которые там работают. И, конечно же, нам всегда нужно смотреть на те запросы, которые эти люди формируют. Сегодня, если посмотреть на ритейл в общем, да, то есть средний возраст, наверное, продавца – это где-то 25-27 лет. По большому счету, это та поколение, которое там родилось в конце 90-х, после 95-го года, поколение Z, зумеров, да. И они сегодня активно выходят на рынок, а их, наверное, сейчас, если еще не большинство, то очень скоро станет их большинство. И это поколение имеет ряд особенностей. Ну, прежде всего, это те люди, которые родились уже в эпоху интернета, уже были в соцсети, уже мобильный телефон стал таким неотъемлемым их атрибутом. И, по большому счету, они там с этим мобильным телефоном ходят везде всегда, и без него, я бы сказал бы так, они чувствуют себя дискомфортом. Эти все элементы нужно использовать и, понимая всю сущность, да, использовать для развития технологий. Второй момент – то, что эти люди достаточно свободны, они любят технологичность, и эти люди, они уникальны. Если, там, предыдущие поколения, я, в частности, к ним отношусь, да, нам всегда говорили, там, я последняя буква в алфавите, не высовывайся, не выпячивайся, то эти люди, они, ну, откровенно считают, что земля крутится вокруг них, да. И, конечно же, то, что терпеть готовы были мы на работе, да, то есть быть несчастливыми ради того, чтобы получать чуть больше, там, преференции, чуть больше заработную плату, сегодня это поколение, оно просто, если им становится неинтересно, непродуктивно, они просто встают, встают и уходят. Ну, вот, в связи с тем, что я там выше сказал, там есть тенденция, они намечаются куда вообще, в принципе, надо смотреть. Я думаю, что первый момент – это любая ритейл-сеть имеет текучесть, и, там, в ритейле процент текучести от 50 до 100 считается, в принципе, нормальным. Это означает, что за год, там, примерно обновляется практически весь состав. Понятно, в определенном сегменте, но, тем не менее, текучесть большая. Вот, поэтому такие вещи, как адаптация и обучение, оно имеет принципиальное значение. Если вы, там, современное поколение будете обучать так, как обучали тех людей, которые, там, приходили к вам, там, 10-20 лет назад, то это будет крайне неэффективно. Потому что, если, к примеру, там, старшее поколение, оно читало тексты, то те, кто приходят сегодня, они могут читать только заголовки, да, то есть. Но, с другой стороны, очень хорошее у них, там, такое восприятие потокового видео, контентного, качественного контента, да. То есть, видео должно соответствовать определенным атрибутам полезности и качества. Поэтому формирование систем обучения, систем адаптации с помощью других инструментов, чтобы это была правильная траектория обучения, чтобы это был правильный интересный контент, чтобы он подавался вовремя и своевременно, да. Это, конечно, задача ритейла, которую сейчас необходимо решать. И я скажу так, что, в принципе, наверное, ну, процентов 70, если мы посмотрим на рынок, да, это все-таки старые технологии, хотя их уже давным-давно нужно поменять на новые. Второй момент – это гибкие графики. Ну, это даже не просто те графики, которые вот мы там за гревой продаж что-то там смотрим, да. Это гибкие графики в более широком восприятии этого слова. Я уже не говорю про вот эти шаблоны и клише 2.2, 5.2 – это вообще уходит в историческое прошлое куда-то, да. Ну, наверное, там основной парадигмой становится то, что прежде всего нужно предлагать такой ритм работы, который будет удобен тому человеку, который приходит к нам. Ну, если так банально говорить, я хочу работать в понедельник, среда, пятница и только с обеда. Да, то есть, в принципе, вот это многообразие выбора, потому что формируется совершенно другой запрос. Вот оно должно быть удовлетворено. И, по сути, кто его удовлетворит, тот, в общем-то, и снимет определенные сливки. Еще нужно понимать, что это поколение, оно родилось там в 90-е годы, это время такой вот демографической ямы, и этих людей не так много на рынке, их реально меньше, чем нам необходимо. Поэтому конкуренция за их работу будет достаточно серьезная на нашем рынке сегодня. Ну, наверное, третий момент, который бы я хотел осветить, это сама технологичность процесса. То есть, у нас сейчас есть много мобильных приложений для покупателей, но, например, мобильное приложение для продавца, которое бы являло собой единую точку входа информации, идем на точку обработки информации, принятия решений на основании этой информации. Этого продукта практически нет ни у кого там. Компании можно перечислить по пальцам, которые как-то там развиваются. А ведь на самом деле, что получается в финале, да? Если, представьте себе, продавец приходит в компанию, он просто скачивает приложение, в котором содержатся ответы на все вопросы, абсолютно все, говорю это серьезно, которые ему нужно знать об этой компании. Это касается и работы с товаром, да? Там принять, привязать, переоценить, что-то еще с ним сделать, да? Это касается кассовых операций, да? Все абсолютно цифровые операции, которые можно проводить на кассе, можно проводить с помощью мобильного телефона. Это касается обучения, про которое я говорил выше, да? То есть, это касается графиков работы, да? То есть, где ты видишь это расписание, тебе будильники и мессенджеры напоминают. То есть, ты захотелось вдруг от чего-то отказаться, то это не должно составлять какого-то большого особо сильно труда, да? Это касается, понятно, всех чатов, коммуникаций, обратной связи, ИНПСов и всего на свете, да? И, по большому счету, то есть, тот, кто сможет это сделать, тот, кто будет этому уделять достаточно большое внимание, тот, в принципе, также будет сохранять кадры, которые будут достаточно ценные, ну, ценные в любой момент времени, да? А в текущие особенно. Ну и плюс, вообще странно выглядит, когда вот там розничные сети, они наоборот, там говорят, слушайте, так, мобильник оставь, оставь, оставь где-нибудь, да? То есть, здесь надо думать, мне кажется, совершенно по-другому, потому что мобильный телефон, он должен быть не помехой, а он должен быть преимуществом, он должен быть помощником, потому что, там, я не знаю, там, современный человек, молодой человек без мобильного телефона, ну, чувствует себя дискомфортно, испытывает какую-то ломку, да? Вот сейчас мы даже, если в любую конференцию зайдем, зал, вы увидите, да, спикеры выступают, все хорошо, но половина аудитории там что-то смотрит, потому что есть потребность, да? Ну, не надо лишать продавцов такой потребности, да? Нужно сделать таким образом, чтобы это просто увеличило их потенциал, ну, делало так, чтобы они находились в высокоресурсном состоянии. Ну, не знаю, может быть, еще вопрос, вопрос пандемии актуален был, вот, до недавнего дня, и, там, масса негативных историй с пандемией была, но была одна и позитивная. Вот, мало кто обратил внимания, но пандемия заставила нас немножко посмотреть по-другому на стационарный формат работы, да? То есть мы всегда ездили в офис, в офисе там у каждого был свой стол, стул, кабинет где-то у кого-то, да? То есть сегодня, ну, нас пандемия научила работать дистанционно, и ведь это несет массу преимуществ. Ты не теряешь время, которое тратишь до работы, ты, собственно говоря, формируешь определенную культуру, что ты вроде бы никуда не ездишь дома, и у тебя рабочий день, наоборот, расширяется, да? Ты успеваешь делать большее. С помощью современных технологий, скайп, зум, масса других, в принципе, не чувствуешь абсолютно никакой разницы, да, между тем, что ты находишься в офисе и между тем, что ты находишься дома. Вот, но смотрите, что мы сейчас наблюдаем. Пандемия закончилась, 80% компаний зачем-то взяли, вернули людей на работу. Ну, говорят, что, типа того, что вот в этой консервной банке, когда они сидят, они там как-то эффективнее работают. Ну, на мой взгляд, полная ерунда, вот, нет тут никакой зависимости. Мы за прошлый год открыли, там, порядка 300 магазинов, там, ну, я пару раз был в офисе, вот, хотя активно участвовал в этом процессе, мягко скажем, да, то есть, больше того скажу, те менеджеры, которые работают рука, ну, работают головой, а не руками, да, то есть, они тоже, в принципе, в офис ходили крайне редко. Ну, кейс получился у нас достаточно удачным, и мы сработали весьма эффективно. Плюс, какой момент, то, что, когда у тебя распространен удаленный формат работы, то вопрос с наймом людей, он совершенно по-другому решается, да, там, если сегодня ты должен искать был людей в Москве, то с новым подходом к этому вопросу ты можешь искать людей по всей стране, и, кстати, зачастую это, там, более грамотные люди и не такие дорогие, как формируется запрос в московской среде. Ну, вот, наверное, вот в эти четыре направления, на мой взгляд, стоит смотреть. Я сейчас не говорю про банальщину, да, понятно, что куча процессов, которые надо улучшать, 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 это все понятно, да, то есть я говорю про то, на что, наверное, сегодня пока не столь активно обращают внимание, а что уже становится актуальным. Замечательно. Я в процессе вашего монолога хотел кое-что добавить, потом понимаю, что добавить-то абсолютно нечего, исчерпывающее, понятно, и, главное, понятен и начертен этот вектор, который должен привести на светлому будущему, принимать плюсы, которые нас вынужденно заставили принять, и принять как плюсы, как улучшение нашей работы. Принять то, что обучение и та информация, которая у нас есть, это благо, но при этом поменялись люди, которые готовы принять эту информацию, нужно поменять вектор доставления этой информации до этих людей, и тогда у нас все будет хорошо. Согласен полностью. Спасибо большое. Вам также. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok